Вся казахская земля стала собственностью русского государства, когда казахи после распада казахского ханства присоединились к Российской империи. Согласно первой реформе 1888 года, землю объявили собственностью государства. После, по земельным правилам 1891 года, вся казахская земля была объявлена государственной собственностью Российской империи. Да и после реализовывались мероприятия по изъятию всех плодородных казахских земель. После создания советского правительства и с приходом к власти большевиков на их втором съезде был принят декрет о земле. По декрету о земле отменяется частная собственность на землю, земля отбирается у помещиков и царского рода отдается народу и крестьянам. В 1918 году была создана туркестанская автономия. Самыми сильными из многих деятелей в Туркестане были казахи. Группа, возглавляемая Тураром Рыскуловым, способствовала тому, что было принято решение о создании Тюркской Республики и Коммунистической партии тюркских народов. Целью этого решения стало управление краеместным народом. Никто, начиная с Ленина, не поддержал это. Ленин принял Рыскулова, объяснил, что его мнение ошибочно, а своим соратникам дал указание «подумайте над тем, как разделить узбекию, казахию, туркмению в Туркестане». Потому что центральная власть боялась объединения тюркских народов. Казахско-Башкирская Советская Республика – проект национальной государственности башкир и казахов в составе РСФСР. Проект создания Казахо-Башкирской Советской Республики был представлен лидерами казахского и башкирского национального движения. В 13 декабря 1919 года Ленину и Сталину был приложен проект объединения Башкирской и Казахской Советской Республик. Проект состоял из 14 пунктов и определял территорию, политические и экономические основы республики. Предусматривалось создание Казахо-Башкирской Советской Республики на основе Башкортостана и Казахстана со столицей в городе Оренбурге. Был провозглашен принцип равного представительства башкир и казахов в республиканских органах власти. Республика должна была наделяться широкими полномочиями. 16 декабря 1919 года проект создания Киргизо-Башкирской Советской Республики был отклонен. В 26 августа 1925 году была создана Киргизская Автономная Советская Социалистическая Республика. Город Оренбург стал административным центром. Декрет о создании данного новообразования подписали Ленин и Калинин. До революции казахов называли Киргизами или же Киргизской Саками, а Киргизов – Каракиргизами. Киргизами казахов продолжали называть и в первые годы советской власти, поэтому и республика первоначально называлась Киргизской. В 1925 году на Пятом Всеказахском Съезде Советов ее переименовали в Казахская Советская Социалистическая Республика. Несмотря на создание национальной автономии, казахские лидеры хотели объединить все тюркские народы в России и создать Большой Туркестан. Опасаясь объединения тюркских народов, в 1925 году коммунисты перенесли столицу Казахстана из Оренбурга в Казаларду. Оренбург стал частью России, тем самым разделив казахов от башкир, татар и чувашей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok